Здравствуйте! Итак, в этом видео мы возвращаемся. Сейчас заканчивается 10 партия, которую мы сделали турнирной. Посмотрим, какой расклад. Вот мы видим, что у движков очков поровну, но в данном случае нас больше будет интересовать, как был разыгран дебют и что получили белые по дебюту. Итак, осталось дождаться недолго, то есть уже завершающая стадия, 55-й ход, глубокий эншпиль, лишнее качество у белых, проходную пешку по линии А черную они уничтожат и будет зафиксирован выигрыш, скорее всего. Как мы видим, оценку на оценку даже можно уже сейчас не обращать внимания, то есть видно, что на доске стоит выигрыш. Мало того, что выигрывают качество белые ладья против коня, так еще две связанные проходные пешки. Естественно, легкий выигрыш для белых. Все, зафиксирована победа, турнир закончился и турнир закрыт. Окей. И можем посмотреть в базе энд турн, вот они наши последние партии сыгранные. Как мы видим, после этого хода С4 в ответ на ход С5 ни одного поражения у белых нет. Сплошь стоят одни выигрыши. И так. Семь выигрышей и три ничьи. Вот это нас больше всего интересует. Значит, все-таки ход С4 очень сильный. И нам остается посмотреть, как же нужно играть, чтобы добиваться победы. Сразу переходим к выигрышным партиям. Ничейную пропускаем. И смотрим. Е4, Е5, конь Ф3, конь Ф6, конь Е5, Д6, конь Ф3, конь Е4, Д4, Д5, слон Д3, С5. И вот эта реакция, которую нам компьютер посоветовал и которую я не увидел, этот ход не рассматривал даже. С4. Резкий ход. Конь Ф6. Рокировка. Конь С6. ЦД. Конь Д5. Конь С3. Слон Е6. Конь Бьет Д5. Слон Бьет Д5. Ферзь Е2, шах. Слон Е7. ДС. Ферзь Д7. Ладья Д1. Ферзь Е6. Слон Е3. Рокировка. И, как мы видим, белые выигрывают пешку и дальше довели эту партию до победы. То есть, нас интересует сейчас в данном случае дебют. Мы видим, что пешка лишняя защищена слоном. выиграть ее черной не в состоянии. Смотрим следующую партию. Может быть, там было что-то сделано по-другому. Следующая партия. Так, сразу ставим на положение после хода С4. Смотрим. Также Конь Ф6. СД сразу. Конь Д5. Рокировка. Ну, то есть, перестановка ходов получается. Конь С6. Конь С3. Слон Е7. Вот здесь вот немножко по-другому. ДС. Слон Е6. Ферзь Е2. Слон бьет С5. Лишней пешки нет, но начинается атака. Конь Ж5. Конь С3. БЦ. Ферзь Е7. Ладья Б1. Длинная рокировка. Как мы видим в данном случае Слон Е4. Слон Д5. Ферзь Ж4. Шах. Король Б8. Слон бьет Д5. Ладья бьет Д5. Конь Е4. Слон Б6. Ферзь бьет Ж7. Ладья Д на Д8. Слон Ф4. Шах. Король А8. Ладья Б на Е1. Ферзь Д7. Ферзь А6. Ферзь Ж4. Слон Ж5. Вот как мы видим очень тактичная напряженная партия. В которой Белые также выиграли пешку. В данном случае Ж7. У них лишняя пешка. Но правда у них ослабленный ферзьевый фланг. Но в данном случае Король Черных расположен также на ферзьевом фланге. Поэтому это не столь существенно. Как мы видим атака продолжается. Еще немного можем посмотреть. Было сыграно черными ладья Д5. Аш3. Ферзь Ф5. С4. Ладья А5. Ферзь Ф6. Слон Д4. Ферзь бьет Ф5. Ладья бьет Ф5. Слон Е3. То есть мы видим что произошел переход в Эншпиль в котором у белых лишняя пешка. И они реализовали эту лишнюю пешку. Как реализовали это можно будет вам посмотреть по базе моих партий. Ссылку я оставлю на Яндекс.Диски. Сможете вы загрузить эту базу с этими партиями. Переходим к следующей партии. Сразу значит к ходу С4. И смотрим что здесь было. Конь Ф6. СД. Конь Д5. Рокировка. Слон Е7. ДС. Конь С6. Ферзь Е2. Слон Е6. Конь С3. Аш6. Слон Е3. Рокировка. Ладья А на Д1. Как видим здесь также лишняя пешка у белых и им удалось довести эту партию до победы. Пешка надежно защищена. Ладья вышла на активную позицию и присматривается к черному ферзю. Все фигуры развиты. Хорошая позиция. То есть приятно такую позицию играть. Переходим к следующей партии. Итак. С4. Конь Ф6. Рокировка. Конь С6. Конь С3. Слон Е7. ДС. ДС. Вот этого мы не видели. Новое продолжение было выбрано. Слон бьет С4. Ферзь бьет Д1. Ладья бьет Д1. Слон бьет С5. Ладья Е1 шах. Слон Е7. Слон Б5. Слон Д7. Слон Ф4. Король Ф8. Черные остались без рокировки. Ладья А на Д1. А6. Слон А4. А6. А3. Ладья Д8. Слон С7. Ладья С8. Слон Ж3. Ладья Д8. А3. Б5. Слон Б3. Х5. Слон С7. Ладья С8. Слон Ф4. Слон Е8. Слон А2. Ладья Д8. Ладья бьет Д8. Конь бьет Д8. Х4. Вот здесь мы можем закончить. То есть позиционный перевес белых налицо. И им удалось партию эту выиграть. То есть естественно не видно прямого выигрыша за белых. Но тем не менее по положению на доске как стоят их фигуры гармонично развито. то есть никаких изъянов в их структуре нет. Более того зафиксировали контратаку на королевском фланге у черных которые они играли ходом H5. Ладья у черных вне игры и это обеспечивает белым стабильный перевес. Как выиграли в этой партии белые это опять же сможете посмотреть по базе которую я выложу на Яндекс.Диск. Так следующая партия также ход C4 Конь F6 CD Конь B5 рокировка Конь C6 Конь C3 Слон E6 Конь D5 Слон D5 Ферзь Е2 Шах Слон E7 это мы уже видели Dc Ферзь D7 Конь E5 Конь E5 Ферзь E5 Рокировка Слон F5 Слон E6 Слон B6 Ферзь B6 Ферзь B6 FE Слон E3 C4 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 явно благоприятный играть эту партию приятно 9 партия находим наш c4 конь f6 cd рокировка c6 слон g5 f6 видим новое продолжение то есть по разному могут играть здесь и белые и черные но тем не менее стабильный перевес на стороне белых слон d2 слон g4 h3 слон h5 конь c3 конь b6 слон e2 ферзь d7 ладья c1 слон бьет f3 dc слон бьет c5 слон бьет f3 рокировка конь b5 ладья f на d8 ладья бьет c5 ферзь бьет d5 ферзь b3 шах король h8 конь бьет a7 такой удар конь e5 ферзь бьет b6 конь d7 ферзь a5 конь бьет c5 ферзь бьет c5 ферзь бьет b2 конь b5 b6 ферзь f5 g6 ферзь e6 ферзь бьет b5 слон бьет a8 ладья бьет a8 и ферзь бьет f6 король g8 на этой позиции можем тоже остановиться у белых лишняя пешка на королевском фланге выиграть конечно же сложно но тем не менее перевес белых также не вызывает сомнения мало того они могут сейчас форсировать ничью ходами ферзь e6 и ферзь f6 шаховать короля и ничья у них уже есть переходим к следующей партии заключительная десятая партия ход c4 смотрим как происходили события конь f6 рокировка конь c6 cd конь d5 конь c3 слон e7 dc слон e6 ферзь e2 h6 слон e3 рокировка ладья f на d1 другая ладья пошла на d1 и как видим опять пешка лишняя защищена черные не в состоянии ее отыграть и поэтому на этом можем закончить дебют благоприятен для белых а как играть сами партии для этого теперь давайте сохраним наши эти партии для этого опять создадим пжм базу которая будет называться практически так же как и была создана первая база то есть c42 шестой ход c5 и теперь только допишем еще седьмой ход c4 вот так будет называться база компьютерная комп компьютерная база сохранить вот она появилась открываем ее она у нас пустая и сейчас мы в нее загрузим партия для этого во фрице закрываем открытую базу энг турн для того чтобы не было конфликта с базой чесбейс в чесбейсе находим где у нас расположена эта база энг турн но в данном случае у меня она сразу вот видна поэтому я ее сразу открываю вы должны знать где она находится она находится в моих документах в базе чесбейс и комп бейс там она находится расположение и так вот этот дебют вот он турнир наш так и называется дебют шестой ход c5 седьмой ход c4 выделяем эти партии нажимаем на control одновременно и левой кнопкой мыши помечаем партии копировать нажимаем заходим на открытую нашу базу созданную пустую нажимаем вставить и вставляем вот они наши десять этих партий таким образом у нас получилась база с которой мы можем теперь работать возвращаться и она не конфликтует то есть у нас создано теперь две базы по этому дебюту раздельные причем потому что турниры были раздельные и мы сможем изучать при желании эти партии теперь что нужно сделать если хотим самостоятельно сыграть эти партии для этого будет сказано в следующем видео а на сегодня все всего доброго до свидания